Девушки отдыхают 140 миллионов американцев посетят магазины Сезон гриппа начался раньше обычного Судя по всему, неизвестная ранее форма гриппа, о которой эксперты пока не могут дать И главным событием В газетах опубликованы неподтвержденные сообщения вспышки оспы Произошедшая вспышка оспы, многократно отработанный сценарий Поезды не ходят в мастер-перекрытий Вирус оспы – это реальная угроза Унёс больше жизни, чем спит и Эбола Что в акции не хватит на всех Никаких оснований для паники Главный город Америки находится в карантине Грузовая зелёная отрава Центральный парк стал местом массовых сохранений Утечки газа, пожары, власть Жители Нью-Йорка умоляют всем свободным машинам Пожар Оперативное реагирование, либо уже все мертвы, либо… Справляются с ситуацией С нами, как с животными К такому мы совсем не были готовы Когда нас вызвали, стало ясно, что ситуация скверна Хуже, чем мы ожидали Мы – это секретный отряд лучших тайных агентов К нам обращаются только в самом крайнем случае У нас нет правил Нет инструкций Наша цель – уберечь общество Мы – ваши коллеги Мы – ваши соседи Или даже друзья Но когда нас вызовут Мы обязаны бросить всё Мы – это Спецотряд Активирован интеллектуальный системно-аналитический комплекс Все системы в норме Проверка оружия Займите упытье у маркера Проверка оружия Поразите указанные цели Проверка основного оружия завершена Проверка оружия Поразите указанные цели Проверка пистолета завершена Добро пожаловать, агент. Говорит Луис Чен, командующий северо-восточным отделением спецотряда. Тебя задействовали, потому что обстановка в Бруклине крайне нестабильна. Мы получили твои данные по ИСАКу. Иди к ближайшему опорному пункту. Там тебе выдадут полный комплект снаряжения. Агент, мне сообщили, что сюда прибыла твоя коллега, агент Фэйлау. Поговори с ней, она внутри. Вы вошли в безопасную зону. Мы рискуем потерять весь этот квартал. Сюда движутся погромчики в большом количестве. Твои люди вот здесь. Вижу, еще кое-кого вызвали. Я агент Фэйлау, спецотряд. Нас задействовали одновременно. Мы пойдем в составе второй волны. Я не знаю, что стало с первой волной, но проблем у нас здесь и без этого хватает. Разведданных почти нет, но провал недопустим. Манхэттен уже в блокаде, Бруклин еле держится. Такие люди, как мы, это последние защитники города. Я надеюсь, когда поговорим с командиром, станет полегче. Мы сможем понять, что тут происходит, кто превратил улицы в поле боя. И как нам вообще сделать то, ради чего нас сюда вызвали. А теперь извини, лейтенант. Ну так вот, офицер Хейзен и его группа занимаются оперативными сводками. У них вся информация. Чтобы получить доступ к снаряжению, подтвердите свой оперативный статус через терминал. Личность подтверждена. Спецоборудование активировано. Полюбуйтесь на этих красоток. Сегодня я хочу поговорить о том, что безусловно важно для каждого... Внимание! Вы находите из безопасной зоны. Агент, бандиты украли из раздаточного пункта в Бруклин-Хайтс недельный запас продовольствия. Теперь они вымогают у голодающих деньги за эти продукты. Наживаются на чужих страданиях. Верни нашу еду! Обнаружен пропавший груз. Вы приближаетесь к грузу. Сектор под контролем. Бурак нейтрализован. Внимание! К вам приближается противник. Груз обнаружен. Появляю ОТГ. Отлично, агент. Мы отдадим эти продукты тем, кто в них нуждается. Внимание! 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 Агент, в банке ЧП людей взяли в заложники. Тебе нужно будет пробраться в здание по тоннелю метро. Отправляйся туда и постарайся свести ущерб к минимуму. Агент, в банке ЧП людей взяли в заложники. Агент, в банке ЧП людей взяли в заложники. Агент, в банке ЧП людей взяли в заложники. Сектор под контролем. Враг обезврежен. Эй, что-то у вас происходит. Есть там кто-нибудь? Можете меня выпустить? У тебя все прекрасно получилось. Наконец-то! Спасибо! Это был какой-то ужас! Кошмар! Все, я погнал! Агент! Агент! Эти бандиты украли ящик морфия. Либо на продажу пустят, либо сами употребят. А у нас тут раненые остались без обезболивающего. Постарайся вернуть этот ящик. Обнаружен пропавший груз. Поздновато вали. Я быстро! Сектор под контролем. Враг обезврежен. Груз обнаружен. Поедомляю ОТГ. Это Воробей-5. Подлетаем к вашей позиции. Подлетаем к вашей позиции. Не повезло. Заходи, циклон! Колеба спеть! Держи! Держи! Подтверждаю! Воробей-5 прибыл и готов действовать! Цель под контролем. Враг полностью нейтрализован. Отлично, агент, отлично. Этот Морфи поможет облегчить страдания раненых. Отлично. 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 Продолжение следует... 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 Ай, черт! Нога! Наконец-то даже не верится. Ты здорово работаешь. Вот и вертолет. Пошли! Там лучшие виски сауэр в Манхэттене. Держись! Вставай! То есть, когда освободим? Эй! Потерпи! Эй! Потерпи! Ну вот и все! Вставай! Слушай, все с тобой нормально. По сравнению со мной тебя и не задело. Черт! Командир погиб во время взрыва. Но есть задание. И мы его выполним только… Через минуту садимся! Лагерь будет справа по борту! Я все выяснила про первую волну. Кто погиб, кто пропал без вести. Остались только мы. Поэтому надо взять себя в руки. Выбора нет! ОТГ-6-8 диспетчерской. Вижу Хадсон. Да, два агента спецотряда на борту. Это их вертолет рванул. ОТГ-6-8 захожу на посадку. Обычно, чтобы понять, можно ли рассчитывать на человека, нужно время. Но времени нет. Так что я ставлю на тебя. С прибытием в Хадсон-Пирс. Только не знаю, на что вы рассчитываете. За воротами идет настоящая война. Кто тут командир? Капитан Бенитос. Он руководил эвакуацией Мэдисон-Сквергарден. Но утром связь не пропала. Если до завтра он не проявится, уходим. Никто никуда не уйдет. Мы вернем себе город. Бери снаряжение. Будем на связи. Желаю удачи. До свидания. Вы в безопасной зоне. Тебе к начальнику снабжения. Вон там, сразу за ворот. Давай проходи сюда. Мы должны тебя проверить. От этого вируса никто не защищен. Я здесь и дальше не få. Я здесь и дальше... ...с. Я здесь ищу. Я тебе не завидую. Я дать сюда свалить... Лучшее снаряжение во всём городе. Что вам приглянулось? Агент, у тебя усталый вид. Мне ужасно неловко это говорить, но нам ещё столько всего нужно сделать. Не забудь, в такой холод надо надевать шерсть, а не синтетику. Меня посадили за эту работу, потому что у меня радикулит. Но ты не волнуйся, я буду исправно тебя информировать. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок